Мясо Я Алексей Егоров, такой же покупатель, как и вы У меня тоже есть дети, я хожу в магазины и меня тоже пытаются обмануть Но после моих программ меня часто спрашивают, а что выбираешь ты сам? Неужели выхода нет? В своем новом проекте я докажу, выход есть Я научу вас выбирать то, что не побоюсь давать своим детям Смотрите прямо сейчас Самогонка для премьера Что Никита Михалков Путину наливал Когда в России появится водка по 30 рублей Где продают водку из навоза Кто заставляет нас пить горькую И самое главное Беленькая за тысячу И такая же за сто Ничем не отличаются Уникальные кадры премьер Путин и режиссер Михалков дегустируют Слышно премьер спрашивает Самогонка это? Нет Это не водка, но вроде не самогон Кончаловка Излюбленный напиток знаменитого семейства Но в это время даже окружающую идиллию охрана не понимает В какой опасности в эту минуту оказываются Оскароносец и лидер нации Очень приятно пьется и главное не болит голова Хоть и пьется легко, а вот что намешано в бутылке Хорошо знает хранительница старинного рецепта Актриса Наталья Яренбасарова Сложили ягодку И заливаете водочкой Внимание, в гостях у Михалкова Били хоть ягодную, но водку И никто не рассказал собравшимся ВИП-гостям Насколько страшный напиток продают сегодня В прозрачных бутылках То есть правильно я понимаю, что вы пришли к выводу Что из всех напитков на планете Водка самый худший Из всех крепких алкогольных напитков Водка действительно самый худший Водка худший из алкогольных напитков Это слова доктора наук Более того, до недавнего времени Главного токсиколога страны Профессор Нужный объясняет Водка, она слишком химически чиста И поэтому вредна Сам я водку сейчас не пью Но раньше пил, конечно, водку Сейчас я не пью, сейчас я делаю сам самогон Если бывший главный нарколог страны Эксперт Государственной Думы Автор десятка книг и монографий предпочитает Самогон в водке Может, стоит задуматься Но для начала разберемся В чем же отличие водки от самогона Кстати, вместо слова самогон Можно говорить дистиллят Итак, водка это спирт 40% И вода 60% Самогон это тоже спирт плюс вода Но в нем содержатся и примеси Высшие спирты, сивушные масла Метанол и альдегиды Все это, конечно, яды Но эти яды в тех же самых количествах Содержатся в виске, в коньяке Более того, если в коньяке этих ядов не будет Коньяк просто не пройдет по ГОСТу Официальная наука признала Что эти примеси только на пользу Есть такая наука, диетология Которая совершенно четко говорит Что, по сути дела, все химически чисто Чуждое человеческому организму Лет 25 назад всех участников Такой вечеринки посадили бы А в наши дни мероприятие По продвижению самогона Проходит легально и помпезно Вот уж чего может быть более русское Нежели самогон И решили, что вдруг это будет интересно Какому количеству людей А оказалось, что это количество людей Оно достаточно большое Политики и модельеры, художники, банкиры и генералы Кто с аппаратом, кто со стаканом Все они съехались на Алкосаммит Чтобы заступиться за честь древнего русского напитка Я думаю, что все-таки национальным напитком России Должен считаться напиток Который почему-то не производит самогон Вот именно его Вот именно его Да, именно его этот напиток Я считаю, мы должны вернуть Сергей Куприк, бывший лидер группы Лесоповал На Алкосаммите не был Но идеи участников разделяет Первый раз он попробовал самогон в музыкальном училище С тех пор пьет только его Водку могут гнать из чего угодно То есть вплотье, извиняюсь, из говна Ну вот, и такой продукт мы пьем То есть нас кормят вот этим продуктом Вот и Вика Саганова Хоть и нахваливает в песнях Русскую водку, черный хлеб, селедку Сама магазинную водку не пьет А сейчас производители нам только, по-моему, сказки рассказывают Что у них все хорошо Все работает на рынок Вот такой мерчий стаган Продать любой ценой, споить Что же делать, если выпить хочется А магазинной водке не веришь Конечно, можно купить что-то дорогое Но алкогольный эксперт Эркинтус Мухамедов Предлагает гнать все свои сомнения И наладить производство на дому Сам наладчик водку тоже не пьет То есть это техническая жидкость Это растворительная на самом деле И в отличие от звезд, знает почему Проблема водки в том, что она быстрее всего вызывает алкогольную зависимость По сравнению с любыми другими алкогольными напитками Пивом, вином и крепкими дистиллятами Виски, коньяком, ромом То, что свое домашнее вкуснее и лучше магазинного Понял и колбасный магнат Вадим Дымов Сегодня он пришел к Эркину на мастер-класс Да, я люблю самогон, потому что виски это самогон Я правильно говорю, Эркин? Правильно Я, значит, я люблю самогон Это как домашнее варенье или домашние грибы Сейчас Дымов хочет сделать домашнюю выгонку На это две причины Избыток яблок в саду и живой интерес Ведь коньяк или виски может купить каждый А самогон, сваренный своими руками, эксклюзивен Если я его сделаю Я научусь его делать самому То мой самогон будет вкуснее многих водок И многих виски, которые продаются в магазинах Если вы не верите ни бизнесмену Ни сомелье Ни главному наркологу страны Смотрите, вот карты мира Виски, шнапс, ракия, коньяк, бренди, граппа, кальвадос, чача, текила, самбука, ром, кашаса, мискаль Все крепкие напитки мира, дистилляты, по сути самогон И только водка, ректификат Что это такое, мы еще раз скажем Кроме этого, в нашей программе мы разберемся Сколько стоит водка на самом деле Выясним, кто травит нашу страну И почему водочные короли никого не боятся Сегодня мы разберемся с 40-градусной мафией Наши претензии к водке понятны Если приготовить ее не из зерна, а скажем, из нефти или из табуретки То разницы на вкус вы не почувствуете Итак, сегодня против водки выступает Иркин Тузмухамедов Специалист по дистиллятам мира И за водку Ирина Михайловна Абрамова Это уникальный эксперт Институт, где работает Ирина Михайловна Разрабатывает 90% водочных рецептур Поэтому, правильно я понимаю Где бы мы ни находились, хоть в Калининграде, хоть в Магадане Если покупаем в ларьке или в магазине водку С вероятностью 90% Это разработано вашим институтом Совершенно верно Итак, водка из нефти Проходила такое через ваш институт? Ну, водка из нефти не готовится А из чего она может быть? Водка, ну, в настоящий момент Спирт, используемый для приготовления водки Готовится исключительно зернового серна Именно пищевой спирт Пищевой спирт, да? Подождите, она же, господи, разрешает и картошку, и свеклу Разрешает, разрешает Но картофель это экономически невыгодный продукт И поэтому сейчас готовят все из зерна Подождите, а синтетический спирт, да? Вот то, что мы называем там между собой нефтяной, да? Он имеет место быть? Нет, он имеет место быть, но только не в пищевой промышленности Вы знаете, в то время еще не было разработано методик для определения природы спирта В настоящий момент наша страна обладает методиками, которые включены в национальные стандарты В которых можно определить природу спирта Скажите, а эти методики, они обязательны для того, чтобы проверить водку? У тебя в чем вопрос? По вкусу, ты этот спирт, сделанный 96,5%, 96% частоты С2H, 5OH, полученные, добытые из сопутствующего газа, либо из биомассы, ты по вкусу не отличишь Смотрите, я покупаю бутылку, читаю там, водка приготовленная и спирт, спирт этиловый ректификованный, люкс Какие еще бывают спирты? Еще бывают спирты Альфа Высшая очистка, альфа, экстра Давайте у нас сейчас есть как раз все эти названия всех этих спиртов По вашему мнению, самый лучший какой? Люкс На втором месте Альфа Дальше Экстра и высшая очистка Высшая очистка, самый такой грязный спирт, с которого раньше делали водку, которая пахла плохо Нет, сейчас делают, так сказать, высший спирт из миласы Из-за отхода крахмала паточного производства делают, но этот спирт, милас, он не идет сейчас на приготовление водки Ирина Михайловна, а вот разница, по вашему мнению, между дорогой и дешевой водкой, она существует на вкус? Никакой Вы знаете, вы хотите сказать о водках, которые идут у нас, очень часто называются водки премиум класса Так вот я хочу тоже развеять этот миф, согласно нашей классификации российской, водки делятся только на водки простые или водки особые Вот это классификация, премиальные, субпремиальные, это просто классификация, так сказать, продавцов, производителей И зависит это, цена идет от оформления этого продукта От оформления, чем он Продавцам Интереснее, хотя я же не могу сказать, что, например, водка красиво оформленная, в красивой бутылке, она будет хуже обычной водки Нет, может быть, знаете, и так, и так Они делаются из одинакового спирта, поэтому совершенно одинаковые Туркин, вот нам ученые с кафедры брожения одного из московских кузов изготовили спирт, извиняюсь за прямоту, из навоза Да, легко Как известно, корова молоко дает, мы же добудем из нее спирт Мастер-класс проводит на цент кафедры бродильных производств и виноделия Московского университета технологии и управления В этом навозе содержится целлюлоза Твердые отходы ученый превращает в жидкую суспензию И добавляет серной кислоты, все-таки не виноделием занимаемся Эту серную кислоту должны нагреть до кипения Как только она вскипит, мы начнем потихоньку лить туда Наш раствор навоза, наш раствор навоза Конечно, этот рецепт не из серии, хозяйкам на заметку Но если кто записывает, пометьте На три части воды, одна часть навоза и довести до кипения Чтобы не было слишком кисло, добавьте мела Обычный школьный мел, чтобы создать благоприятные условия для роста дрожжей Пять минут на газу и питательная среда готова Остужаем ее до 30 градусов и добавляем дрожжей Обычные дрожжи Разводим их в воде Когда дома готовите пироги, дрожжи вы кладете для вздутия Вот и здесь нам надо, чтобы пошли газы Как только здесь пойдет пена, видите пена Значит, дрожжи по утрам Добавляем эти дрожжи в нашу остывшуюся брашку За три дня наша навозная брашка набрала градус Об этом свидетельствует образование осадка и прекращение выделения пузырьков газа Как и французы с коньяком, так же и ученые виноделы с навозом Следующая стадия – перегонка Видим, как пошли первые капли спирта Со дна пожиже Наша задача выделить из этой мутной фракции струю прозрачного спирта Таким образом мы получили спирт Сейчас через некоторое время мы можем провести его в дегустацию Люди творческие, химики с кафедры брожения, они все-таки теоретики Давай пахнет как ужасно Да, запах, конечно, очень тяжелый Спирт из дерьма виноделы произвели во имя чистого искусства Ну пробовать мы его не будем Пахнет не очень, но после ректификации на вкус и на цвет Ни с чем не будет отличаться от своего товарища из зерна или опилок Приятного аппетита! Я на самом деле этот вопрос изучал И лучше всего делать из носорогов, потому что там больше всего выхода на самом деле Сложнее всего будет сделать из лося, из зайцев Ну, зайцев замучаешь собирать Ну, имеется ввиду из самоволоса? Да, из отходов, так сказать, жизнедеятельности Потому что у них желудочки такие, они же питаются чистой целлюлозой Поэтому там придется делать по технологии древесного спирта А вот жвачные животные, где несколько камер желудочковых, где сучужины Легко это... Ирина Михайловна, а вот существует огромное количество народных мифов, да? Вот говорят, вот так надо водку покрутить И в зависимости от того, как заплетутся пузырьки Мы понимаем, водка это или не водка Плохая она или хорошая? Крепость можно примерно определить, крепость Сильно разведенные, там пара на пузырьке Ирина Михайловна, можно определить крепость? Но это миф, это совершеннейший миф Это ж какая должна быть крепость, чтобы по внешнему виду... А история про поджигание водки, что можно водку вот так налить Конечно, у меня товарищ в свое время был следователем Нет, но она загорит, но только о качестве водки, это ничего не говорит А того, что водка горит или не горит, это не имеет... Никакого не имеет, это тоже... Счастье неразведения спирта Это зависит только, да Ну горит водка, ну и что? Хорошо горит Хорошо горит Так, а вот какие-то истории про то, что пробка прокручивается, не прокручивается? Нет, ну пробка, конечно, не должна прокручиваться Усерты линии просто, упорочные Да, конечно Пока мы не сгорели Нет, только накрыть, накрой, накрой Мы единственное по внешнему виду Можем определить... Да, включение, прозрачность водки Сколько надо наливать в линии? Достаточно Прозрачность, блеск У нас наша водка дегустируется при температуре 20 градусов При комнатной температуре, поэтому мы берем вот так эту водку И посмотрев, мы уже посмотрели внешний вид, прозрачность, водка достаточная Хорошо Затем мы ее должны попробовать, но дело в том, что дегустаторы... Это тоже один из мифов о том, что дегустаторы люди пьющие Совершенно неправильно Когда дегустаторы... Перед нами два дипломированных дегустатора Если пьющие, когда он сопьется? Он просто теряет... И оба в отличной форме, видимо, не алкоголики Когда дегустаторы дегустируют, они берут... Сплевывают Единственное, что, поскольку наш язык, разные зоны языка отвечают за разную... За разный вкус Вот, а за горечь отвечает основание языка Дегустаторы запрокидывают голову, чтобы понять, существует ли присущий горечь А потом сплю При вас открываем, обратите внимание Все марки обезличены Сейчас я попрошу участников этого банкета отвернуться Для того, чтобы вы не видели, что мы открываем Значит, задача отличить Минимальная цена, самая дешевая водка, это 98 рублей Самая дорогая из здесь присутствующих, это 867 Пробуем Вот я не знаю, в одном образце какой-то такой пыльный запах То ли от того, что бокал стоял От пробки Ирина Михайловна, а вот вы... Да, можно, водички Пожалуйста Вам что говорить, какая больше понравилась? Нам говорить, какая больше понравилась Вот нам сказать нужно Где здесь самая дешевая, где здесь самая дорогая Нет, такое мы сказать не можем Это невозможно для вас Так, я расставила Ну, я хотела бы сказать, что по аромату они все хороши С ароматом умеют работать Вот, а если говорить о балансе вкуса и аромата о гармонии, то вот я выставила бы так. Вот это лучше, это хуже. Вот так. То есть, подождите, самое лучшее вот это? Да, на мой взгляд. А самое... По цене, по цене, сейчас скажу вам. Значит, один у нас самый дешевый. Ну, значит, так могу сказать. Итоги следующие. Единственное, что Ирина Михайловна отгадала, самую дешевую поставила на место. Действительно, она у вас оказалась самая дешевая. Но вот эта у нас самая дорогая шла. Вот эти промежуточные, они у вас вышли в лидеры. Вот это самая лидер. У Иркина. У вас, Иркина, обратная закономерность. Самая... Вот эта у нас шла самая дорогая. Вы ее поставили как самую худшую. Вот. А вот это у вас... Слушай, у вас вообще обратная закономерность. У вас самая лучшая вышла, самая худшая. Ну, вот зеркальная... А внутри вот они поменялись местами. Видимо, у нас все-таки зеркально противоположное представление о качестве. А между тем, в прошлом водки отличались друг от друга по вкусу. А все потому, что это были не водки. Да-да, на Руси пили то, что сейчас, скорее бы, назвали самогоном. Смотрите через несколько минут маркетинг для лохов. Почему серебро и брунки на водку не влияют? Сколько на самом деле стоит пол-литра? Как узнать свою дозу? И кто наживается на русской водке? Настоящая русская водка. Только в России смогла она появиться и дойти до нашего времени без изменений через века. В этой хронике советских времен нет ни слова правды. Русская водка, такой, какой ее знаем мы сейчас, появилась на свет лишь в конце 19 века, когда в Россию завезли первые ректификационные колонны. Они и по сей день делают спирт девственно чистым. Это и объясняет в своей книге историк водки Борис Родионов. До 1880 года с нашу современную водку на России не пили вообще. Она теоретически быть не могла. А что же тогда пили при Иване Грозном? Вы водку пьете? При Петре Первом Рецепт старинной водки, который дошел до нашего времени без изменений через века, достовернее всего показан в знаменитой гайдаевской комедии. Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. Дело в том, что в разные времена под словом «водка» подразумевали абсолютно разные напитки, которые с современной водкой не имеют ничего общего. Даже градус был другим. Итак, начнем с петровских времен. Есть указ Петра Первого от 1705 года. Водок из вина в домах своих не строить, а покупать кто хочет в уучененных аптеках. Выходит, при Петре водка была скорее лечебной настойкой на травах. Ее перегоняли несколько раз, и она становилась бесцветной, но лечебных свойств не теряла. Среди знати считалось престижным иметь у себя в баре настойки на все буквы алфавита. Абрикосовая, абрикатиновая. Б, березовая, до буквы Я. Вишневая, грушевая, дынная. Вот она старая добрая А звука. А ведь все это дистилляты, ничего подобного в наших магазинах сейчас нет. Черемуховая, шалфейная, щавелевая, экстрагонная, южная, яблочная. При этом, несмотря на такое разнообразие, на Руси тогда пили мало. Мы стояли на втором месте снизу по уровню пьянства. Русские на душу населения пили в 10 раз меньше, чем французы. В 8 раз меньше, чем итальянцы. Неуемную европейскую культуру питья в России вела немка Екатерина II. И скоро лекарство превратилось в народное средство. Она выпустила в 1781 году устав по вине. И там написано, не запрещается всякого чина и звания людям делать водки для своего обиходу. Теперь водка уже не лекарство, а настойка, то есть дистиллят, настоянный на травах. Дистиллят прозрачный, то, что мы сейчас назвали бы самогоном, тогда назывался хлебное вино. Но потом химики придумали ректификацию и в бутылке с надписью «Хлебное вино» промышленники стали разливать химически чистый раствор этанола. Его-то мы и считаем сейчас нашим национальным напитком. Мы все были в приказном порядке посажены на этот напиток. При советской власти разведенный спирт стал монополией. Так и подсадили страну на стакан. Чем больше народ выпьет дешевой водки, тем больше денег в казне. Правда, и тогда на бутылке писали не водка, а хлебное вино. Простой раствор спирта с водой, он всегда продавался с надписью «ВИНО». И только ГОСТ 1936 года окончательно заменил этикетки. Тут бы и признаться, что водка – напиток молодой. Но вместо этого советские пиар-технологии одарили химикат-рекцификат многовековой истории. Мы находим его в рукописях, возраст которых почти тысячи лет. Официальная история водки – это миф государственного значения. Спирт со вкусом истории пить как-то интереснее, и продавать можно дороже. Цена ее себестоимость будет не больше 17-22 рублей. Все остальное – это оформление, имидж, деньги вложенные в раскрутку, в понты, в конце концов. Водка вообще гадость, а пить ее с подчиненными – вдвойне гадость. Впрочем, во время войны было не до понтов. Армию надо было стимулировать. Между прочим, где мои 100 грамм за сбитый? Так появился на свет приказ выдавать бойцам ежедневно по 100 грамм. Я не пьющий, но дело принципа. Конечно, это сыграло свою роль в победе, но фактически с этого момента Сталин подсадил все мужское население страны на стакан. Причем стакан, залитый дешевым пойлом. Мартоновские 100 грамм делались не из пшеничного спирта, а из картофельного. Про картошку – это еще полбеды. Послушать производителей спирта, так солдат и вовсе поели водкой из опилок и досок. Они и разницу не видели. Никому в голову бы не пришло боевых 100 грамм делать из продовольствия, которое и так не хватало для нужд армии. Поэтому на фронте 100 грамм или 200 там боевых были все опилышки. А теперь вдумайтесь, если тебе по приказу положено пить 100 граммов дешевого древесного спирта в день на протяжении 4 лет, и не тебе одному, а сразу всем здоровым мужчинам страны, теперь понятно, с какого момента Россия начала спиваться. Итак, если вся водка одинаковая, то почему нам говорят, что она вся разная, со специальной очисткой, очищенной золотом и серебром, что правда здесь, а что ложь? Сегодня у нас в гостях серый кардинал водочного маркетинга. Руслан Брагин, сколько водочных брендов вы вывели на рынок? Ну, я занимался двумя водками, но вообще сейчас в России 5000 сортов водок. 5000? А при советской власти было? При советской власти было 6-7 сортов, и 40 лет страна жила... Это вот коллекция той старой самой советской водки. Да, это антресольные так называемые бутылки. Давайте пройдемся по нашей современной. Очистка золотом. Действует это на водку или нет? Это действует на покупателя. То есть он думает, что если золото, то это хорошо и покупает больше. Если мы еще в школе проходили, то золото не вступает в реакцию. Очистка серебром? Ну, ионы серебра, безусловно, полезны в определенных пропорциях, но фактически при той концентрации, при тех действующих гостах на водку, которые сейчас есть, особой роли для здоровья, тем более, это не влияет. Латина? Подавно. Тем более не влияет? А вот, например, очень модная вещь, очищенная драгоценными камнями, бриллианты. Вот это, мне кажется, аметист, он считается камнем от как раз запоев. То есть вот, наверное, это влияет, если водку на аметист... Противоядие. Да, противоядие. Наверное, это влияет. То есть я камни немножко посмотрел. Да нет, ну, конечно же, это все не влияет. Это добавленная стоимость, чтобы привлечь внимание покупателя к той или иной бутылке. Выделиться, это называется, дифференциация из общего ряда. То есть пропущены через алмазные фильтры. Не делай такое серьезное. Никакая глупость. Или не глупость? Да полный бред сивокобылей, конечно. Но на кого-то действует. Это разводка для лохов. Подождите, очищенным молоком. Ну, молоком имеет смысл очищать что-то, где есть примеси. Если в спирте, в этиловом, ректификованном примеси 0,0 сколько-то процентов, то что-то очищать суперчистая. Вода там суперчистая после обратного осмоса называется вода исправленная или вода специально подготовленная. Вода убитая. Ну, многие технологи называют это мертвая вода. То есть, подождите, слушай, а вот тогда пишут, вода ледниковая, с горных, там, каких-то ледников, из... Ну, кто будет возить? Кто будет оттуда, с северного полюса, возить лед? Так это в теории. Руслан реально возит ледниковую воду? Ну, скажем так, если любую воду ледниковую из озера одного, из нескольких озер пропустить через мембрану обратного осмоса, то она, в принципе, унифицируется и подпадает под действие стандартов, соответственно, становится... А, ты спрашиваешь, что она не становится? Теоретически, то есть, там может быть и родниковая, и ледниковая вода, но все равно ее доводят в состояние дистанционного. Ну, что из подкрана, что из стандарта, есть стандарта. Нет, это те самые знаменитые березовые бруньки. Или бруньки, как правильно? Народ говорит бруньки. Бруньки. Вот березовые бруньки, они дают какой-то вкус? Та капля этих бруник, которые, так сказать, экстракты, которые добавляются, я думаю, что она на вкусоароматику почти никакого влияния не оказывает. Ну, смотрите, бутылка водки, пол-литра. Сколько кладут вот этих самых бруник туда? Горст, столовую ложку? Одна сотая, наверное. Ну, это минимальное количество, если даже сложно сказать. Одна сотая вот этого зернышка. Чтобы не выйти за... Одна сотая этого зернышка? Конечно. Руслан, да или нет? Ну, порядка такого, да. Хорошо. А кедровые орешки тоже самое? Нет, но есть горькие настойки на кедровых орешках. Там, действительно, они даже и внутри плавают, и, скажем так, их туда добавляют. Ну, естественно, некая там польза. Смотрите. Ну, это уже будет называться не водка в продаже. Ну, это скорее будет горькая настойка уже. Хорошо, тогда объясните мне. Вот я иду в магазин, да, вижу все это богатое разнообразие. Почему от одной водки на утро болит голова, а от другой нет? Одна более питкая, другая менее питкая. Ну, тут зависит от розлива, потому что известно, что когда марка запускается, это не легенда, это действительно люди складываются в качество, чтобы люди начали ее пить, чтобы они распробовали ее. Вот. Потом идет снижение издержек. Тут еще есть такой нюанс, как угольная колонна. И насколько часто меняется уголь в угольной колонне на ЛВЗ, на ликероводочном заводе. И вот этим грешат те самые бренды, которые сначала, когда водка выводится на рынок, она хорошая, потому что свежая угольная колонна, угольная колонна насытилась, ну, условно говоря, грязью, и все, теперь водка перестала... Нет, ну, в основном, вот сами вспомните своих друзей, знакомых, в процессе разговора, поздно или рано всплывает, что вот, а водка такая-то вот испортилась. То есть я-то ее пил там типа три года там или два года, а вот последний раз траванулся, как замерзнет в морозилке. А испортилась она именно потому, что перестали менять уголь в угольной колонне. Это одна из причин. Это одна из причин. То есть тут нельзя, так сказать, сказать. Чаще всего, кстати, вот, это связано с изменением поставщика спирта. То есть тендер выиграла компания, которая предложила более дешевую цену на спирт. У нас-то абсурд производства в том, что если, например, на Западе производитель, как правило, делает сам себе спирт, и из него делает эту водку, не будем назвать бренду, но большинство ведущих брендов самых известных мира, и спиртовые производства, и бренды, они полностью отслеживают от начала до конца. У нас ты покупаешь анонимно спирт у какого-то спиртзавода, у любого, кто лучше цену положит. Сегодня у Иванова, завтра у Петрова, третий раз у Сидорова. Итак, что мы поняли? Что если что и влияет на качество водки, так это уголь в угольной колонне и качество очистки этого древесного угля. А часто бывает так, что на бутылке написано «водка», но внутри будет совсем другой раствор. Когда-то Европа договорилась, коньяк может быть только французским, виски только из зерна, а вот у водки единого мирового стандарта нет. И теперь за границей ее не только пьют, но и производят, причем легально, и даже самую дорогую водку в мире выпускают не у нас, а в Англии. Удивительное место вроде и не самый центр Лондона, но и не окраина. На парковке вместо дорогих лимузинов, сами видите, что. Но именно здесь, в этом неприметном особнячке, торгуют самой дорогой водкой в мире. Что же, посмотрим, какая она дорогая. Хотите попробовать самую дорогую английскую водку? Перед тем, как попробовать, спрашиваем, а что же в ней такого дорогого? Это просто чистейший спирт из сладкой пшеницы. Такая растет только на востоке Англии. А главное, процесс фильтрации идет через очень мелкие бриллианты. А чистка золотом бриллиантами? Кажется, где-то мы это уже слышали. Неужели и тут стандартный маркетинговый обман? Впрочем, и нет. Здесь лучшие друзья девушек лежат прямо в бутылке. Отсюда и цена. Да, настоящие бриллианты. Самая дорогая бутылка стоит 200 тысяч долларов. В ней 52 бриллианта. Обычно такие штуки покупают женщины в подарок мужчине. Что англичанину хорошо, русскому как минимум, непонятно. Но кому нужен мужской напиток по цене женских украшений? Европейцы водку ради бриллиантов обычно не покупают. Наши основные потребители – Бразилия, Вьетнам. В России про это сказали бы понты. Водка с бриллиантами, пусть даже и английская, сродни золотой цепи на шее. А еще мы делаем черную водку. Раствор спирта подкрашенный черной акацией. В итоге вкус не меняется, а цвет сами видите. Водка черная, крепостью 37,5. Водка кремовая, крепостью 17. Это все для Запада. У нас принято считать, что водка должна быть прозрачной и 40-градусной. Это, конечно, верно, но отсюда рождается другое заблуждение. Все крепкие и прозрачные напитки мира многие из нас по ошибке называют водкой. Например, немецкий шнапс, бразильскую кашасу, чешскую сливовицу или болгарскую ракию. У нас раньше в СССР, в России до сих пор есть понятие, что текила – это кактусовая водка, что рома – это тростниковая водка, что шотландские виски – это шотландская водка. Бармен Дмитрий Соколов объясняет, какая же это водка – это дистилляты. Ведь распивая водку, вы никогда не узнаете, с чего она сделана. Спирт, хоть и разведенный, он и есть. Спирт, и неважно, из чего он сделан. Из зерна или из нефти вкус будет один. А вот дистилляты всегда сохраняют свой ароматный след. Текила делается в Мексике из голубой агавы. Джин делается в Великобритании на основе мажореловых ягодов. Ром из Ямайки делается на основе сахарного тростника. Писку из чили делается из винограда. Кашаса – это про вас, это водка. И про нас – это кашаса. Бразильская водка кашаса, как и губинский ром, тоже из тростника. И это тоже не водка. Ведь главная особенность водки – это не 40 градусов и прозрачность, а то, что водку делают из ректификованного спирта. Что это такое и чем отличаются ректификаты от дистиллятов, мы еще объясним. А пока важно понять, что все крепкие национальные напитки мира ничего общего с водкой не имеют. И это правило действует в Европе, в Азии, в Америке и даже в Африке. Если вы приедете в Нигерию и услышите такие названия, как «кай-кай», «пушмия-пушиу», что там еще, их так много, это просто ужас. Это все сводится к нигерийской водке. Его даже иногда называют «маскарад в бутилке», потому что в битве между человеком и Огогору всегда Огогору выходят победители. Так что и в Африке местная водка Огогора – не водка. И опять же, особенность не в том, что ее делают из пальмы, а в том, что это фактически самогон. Смотрите через несколько минут. Сейчас статистика приблизительно такова. Чехия, Франция, Россия. В переводе на спирт все мы выпиваем приблизительно ведро чистого спирта в год. Но чехи выпивают это ведро с пивом, французы выпивают свое ведро с вином, и только Россия с водкой, практически с чистым раствором утилового спирта. Не от этого ли спивается Россия? Вот в этой надписи не хватает плюс суррогаты. Дело в том, что суррогаты крепкого алкоголя составляют более 30% потребления в России. Это аптечные настойки, это самогон, это спирт, содержащий жидкости для чистки ванн, унитазов, то есть обычный спирт. Вот когда мы идем в магазин, видим все это многообразие водок. Много здесь левой водки? В прошлом году российское население выпило 2 миллиарда 300 миллионов литров водки, ликероводочных изделий и их суррогатов. Да. 800 миллионов литров это суррогаты, самогон, аптечные настойки, спиртосодержащие жидкости. 700 миллионов литров нелегальной водки, хотя она продавалась в магазине, с нее не уплачены акции с производителями. 800 миллионов легальной. Ну, вы смотрите, Борис Викторович, какая ситуация, что, ну, допустим, в Чехии, да, там же в пиве есть какие-то дрожжи, какие-то ферменты, там вине что-то есть, а здесь чистый химикат. Вот это проблема от того, что очень много именно водочных алкоголиков? Нет, конечно, проблема. Я всегда говорю о том, что проблема нашей страны во многом, не во всем, заключается в том, что мы пьем именно, скажем так, разведенный спирт. В Шотландии, Англии, там не пьют вина столько, пиво пьют, но все-таки там у них примерно как и мы, они пьют крепкие напитки. Не спиваются шотландцы. Там же не кричат. Не спиваются, спиваются. Но они не кричат об этом. Все зависит от социальных слоев. Ведь у нас на самом деле из 140 миллионов населения 110 миллионов либо вообще не пьет, 40 миллионов не пьет, и 70 миллионов пьет умеренно. Наш умеренно пьющий, как западный, но зато 30 миллионов человек, если представить, что средний умеренно пьющий выпивает 10 литров, одно ведро в год, то 4 ведра выпивает неумеренно пьющий в год спирта. Вот и вся разница. Смотрите, а вот почему... Есть определенная социальная группа. Вот эта социальная, как говорят часто, маргинальная группа пьет водку. Почему? Потому что она дешевая. Более того, они в основном-то пьют как раз суррогаты, а не водку. Да, она более дешевая. В три раза дешевле легальной водки. Наша водка явно дешевле, все остальные напитки дороже. То есть за 98 рублей сейчас минимальная цена на водку ты ничего другого, приличного не купишь. Вино будет разбодяженное, коньяк будет очень сомнительный. То есть если бы этим маргинальным слоям предложили за те же самые деньги что-то другое, мне кажется, безусловно. Просто мы берем минимальную зарплату в России, среднюю зарплату в России, сравниваем с минимальными и средними зарплатами в западных странах, и оказывается, что наш алкоголь в 5-6 раз дороже, чем на Западе, чем в Америке, для населения, относительно минимальных средних зарплат. Давайте снизим еще цену на водку, так? Нет. Когда есть 15-20 миллионов потребителей, значит, всегда будут те, которые будут им предлагать. Поэтому единственное, забрать потребителей себе. Государство должно честно сказать, что нужно выпустить социальную водку, ну, скажем так, по 30 рублей. Все. И умерло все нелегальное производство. На государственных заводах у нас сейчас достаточно... А не понимаете, что молодежь будет спаять? А ее невкусную нужно делать. Ее нужно делать очень жесткую, невкусную. Как в советское время. Через уголь не пропускать. И нормальный, у которого есть деньги, он не будет ее покупать. Страна бросила пить и протрезвела. Больше всего власть боялась этого полтора века назад, когда объявила войну трезвенникам. Когда спецназ разгоняет митинг оппозиции. Когда полиция устраивает облаву на антиглобалистов. С пониманием или без, но это укладывается в голове обывателей с 21 века. Но в 19 веке точно так же полиция воевала с теми, кто призывал не пить. Об этом даже Маркс писал. Достаточно напомнить о правительственных репрессиях против общестрезвости, которые стремились спасти московитоотводки. Впрочем, советская власть к этим словам своего идеолога не прислушалась и продолжала спаивать народ. Надо было восстанавливать прозрухи военные, надо было восстанавливать промышленность. Начались стройки коммунизма, нужны были деньги. И советское правительство начало, так сказать, лупить, выпуская огромное количество водки. Потом была война, стране опять нужны были деньги. Дальше застой, Брежнев. К 80-му году 30% всех доходов страны собирается от того, что страна пьет. И на Западе наш бюджет называют пьяным. Сколько раз мы вам показывали этот рекламный водочный фильм? А теперь обратите внимание на дату его создания. В 88-й год в стране разгар сухого закона за бутылку могут посадить. И вдруг именно в это время государство снимает оду водки. Вот она, невидимая рука водочного лобби. Когда Союз рухнул, президент Ельцин подписал указ об отмене монополии на алкоголь. И началось то, что потом назовут большой водочной войной. Ведь на кону миллиардные прибыли. Битвы за кристалл, война за бренды. Впрочем, в наше время войны кончились. В итоге потребление водки в стране с каждым годом только растет. Но доходы бюджета падают. Это просто позорная цифра. Менее 1% от продажи водки поступает в федеральный бюджет. Если перевести на рубли, то страна недополучает... ...так минимум 190 миллиардов рублей. Что же выходит? Нас спаивают дешевой водкой. Покупая бутылку, мы честно платим аксизы. И только 1% уходит в бюджет. Остальное куда? Разворовывают? Если нам, журналистам, рабочие на спиртзаводе, открыто говорят, что сами льют спирт в третью смену... Помимо всех счетчиков и мерников... Ну, это миновать, чтобы налоги не платить. ...то куда же тогда смотрит Росалкогольорегулирование? А ведь, судя по статистике, третьей сменой грешат едва ли не все водочные заводы страны. У нас было произведено официально порядка 131 деколитра водки. Официально водки. Вино не считается. С вином это получается почти в два раза больше. Продано, знаете, сколько? 168. То есть на 30% получается... Ну, не на 30% больше было продано водки, чем произведено. Вот он, оборот водочной мафии. Выходит, с каждой третьей бутылки не платятся налоги. Эти бутылки нигде и не учитываются. Это прямой ворослоза, который надо сажать в тюрьму. Смотрите через несколько минут. Кто не дает выпускать народную водку по 30 рублей? И почему алкогольная мафия отнимает у нас жизнь? А это Подмосковье Дмитров. Задержана самая крупная за последние годы партия. 5 миллионов бутылок нелегальной водки. То есть, грубо говоря, через эту врезку в обход системы ЕГАИС, да, поступал спирт. Этот эпизод вы снимали, когда делали программу «Водка. Иссориев с российского застолья». И вот что удивило тогда. Есть завод, есть левая труба, есть 5 миллионов контрафактных бутылок. Виновного только нет. Наша основная задача – это, значит, в установленном законном порядке приостановить действия лицензии тех, кто осуществляет эту деятельность с нарушениями. А теперь обратите внимание на этот эпизод. Во время официального интервью в кадры попадает странный человек, который поправляет чиновнику галстук. По ходу съемки этот же человек подсказывает, как правильно отвечать на вопросы журналистов. Как вы думаете, кто он, этот серый кардинал? Председатель Союза алкогольных производителей Дмитрий Добров. По логике, алкоголь и регулирование должно бы контролировать этот союз. А выходит наоборот. Проверяемые и проверяющие органы тесно дружат. У водочной отрасли главный лоббист – это, конечно, Росалкоголь и регулирование. Больше никакого лоббиста не нужно. Появился федеральный орган, который этим занимается. Водочный лоббизм – скорее это лоббизм кулуаров. Кстати, в кулуарах сейчас обсуждается законопроект, передающий этому самому Росалкоголь и регулированию, полный контроль еще и над пивоваренной отраслью. Неужели водочникам все мало? То есть, когда я говорю, что водка связана с региональной властью, я имею в виду то, что региональная власть имеет непосредственно долю. Вот уже несколько лет Павел Толстых рассекречивает технологии водочного лоббизма. И ведь ни вино, ни коньяк, ни самогон. Вертикаль власти пропитана водкой, и лишь ее интересы лоббируются. Северная страна. Все-таки водка в основном, люди, она с чем-то ассоциируется, с какими-то морозами, с какими-то банями. Морозы, бани, физкультура. Сейчас в стране набирает обороты антиалкогольная компания. Вот и у нас в студии депутат Звагельский уверял, что поддерживает эти начинания. Я автор законопроекта о введении очень жесткой административной и уголовной ответственности за продажу несовершеннолетних. Можете посмотреть. А начинаешь разбираться, антиалкогольные законы пишут сами водочники. Депутат Звагельский, это известный водочный лоббист, он аффилирован с производством водки ядь. Он очень системный, сторонник алкогольной политики. Это стало исторической традицией, спаивать нас дешевой водкой. Но раньше в этом хотя бы был смысл. Прибрежными доходы от водки покрывали расходы на оборону. Сейчас, напомню, только 1% достается государству. Я готов повторить то, что мы говорили в 98-м году, обращаясь тогда к руководителям крупнейших предприятий, которые производят, и продают алкогольную. Не наведете порядок сами. Я полагаю, что страна вынуждена будет поставить вопрос о монополизации продажи и производстве и научной продукции. Как бы это ни было не популярно. Вот скажите, на Западе тоже есть такая история с дешевой, за 30 рублей, за 1 доллар водкой? Она и есть. Ну вот представьте себе, американский магазин, там продается водка за 5 долларов для нищеты. Я видел, по 2 доллара литр. Только она не водка называется, 40 градусов. Все это продается. Там нет причин для употребления спиртосодержащих суррогатов, аптечных настоек, жидкостей для чистки ванн. Они приходят в магазин и покупают легальный алкоголь. Если, скажем, появится такая социальная водка по 30 рублей, что решается? Первое, скажем, умирает криминал. Значит, все. Значит, появляется статистика правильная. Криминал связан с государством. Ну, стоп, стоп, стоп. Я говорю о том, что будет. А вот как это будет, простите. Те деньги, которые достаются криминалу сейчас, с которого, может быть, и терроризм там финансируется, мы не знаем, что происходит с этими деньгами. Они все будут у государства. Не будет никакого криминала. А дальше делайте, что хотите. Повышайте акции, за спокойно, нормально, так сказать, работайте. Вообще-то наша программа называется «Выход есть». Но какой может быть выход, если стране внушили, что дешевый химикат, который появился на свет всего-то навсего век назад, должен быть его национальной гордостью. И ладно бы государство зарабатывало на продаже водки, как при советской власти. Так нет же, сейчас значительная часть водочных доходов разворовывается. И пока народ спивается, богатеет только водочная мафия. Продолжение следует...